Приветствую вас и я попробую раскрыть вам ситуацию с той позиции, что требуется от вас, какие ошибки делали вы и что не так делал ваш муж. Я постараюсь раскрыть то, как вам нужно поступать в вашей ситуации, постараюсь вам помочь. Первое и главное. Мужчина, как вы говорите, начал перебитываться на протяжении года, а не даже созванивался с бывшей. В первую жизнь попробуйте понять такой момент, почему он с ней созванивался, что такого он с ней получал, что не мог получить с вами. Это первый и главный вопрос. Вопрос этот ориентируется на желание вашего мужа, поскольку, как я понял, измены не было, было просто общение. И если вы об этом сможете мне поговорить, не сможете выяснить у него, что же все-таки он хотел получить от своей бывшей. Что он получал от нее, да, какие у него были на нее планы, ожидания и так далее, чтобы для себя не скорректировать его поведение и свое поведение. Самое главное. Вам нужно скорректировать свое поведение. Даст мужчине то, чем он уедается вот в данный момент. В момент, когда он, собственно говоря, созванивался с бывшей. Что он хотел. Если вы это ему дать сможете, то есть у вас получится ему это предоставить, вы должны, может быть, посмотреть о том, мужчина это делает потому что вас не любит, потому что ему требуется что-то новенькое, или потому что он действительно чего-то недополучает в отношениях с вами. Это первый и важный момент. Следующее. Вы пишете, что часто ссорились по поводу беспровода. Также нужно хотя бы для себя уяснить причину ваших ссор. Почему вы ссорили? Что заставляло вас ссорить? Почему вы, например, не шли на уступки? Все ссоры имеют под собой, как мы говорим, одну, редко две проблемы. Соответственно, эти проблемы нужно решать. Если ссоры возникают без повода, как вы говорите, или с поводом, это особо, в принципе, не важно, то тогда мощно и нужно говорить о том, что эти ссоры нужно, скажем так, классифицировать. Разделить или придать типологии ситуации, в которых вы оказали. Именно типология поможет определить, какие именно проблемы вскрывает на собой ссоры. И подумать, как эти проблемы можно решить. Пока с вашей стороны. Пока только с вашей стороны. Чтобы этого не было хотя бы в дальнейшем. Неважно, получится ли у вас это с мужем или нет. Чтобы в дальнейшем у вас этого не было. Вы еще учите свою нораду, иначе у вас следующая жизнь приведет в любом случае. Ладно только извлечь правильные выводы и скорректировать свое поведение. Следующий аспект. Вы начали мужчину контролировать. И это ему не понравилось. Значит, в данной ситуации, вы начали контролировать своего мужчину. Почему? Прямо-то вы были не уверены в себе. Потому-то вы хотели вот так к себе привязать. Или потому-то он вам был для чего-то нужен. Очень сильно. Ведь вы же понимаете, что... Ну, нельзя человек к себе привязать. И если ты хочешь действительно привязать к себе человека, то его нужно отпустить. Его нужно отпустить. Вы пишите, что любите его. Но если любите, тогда вы, наверное, хотите делать его счастливым. А если вы хотите делать его счастливым, как это связано с тем, что вы его контролируете. Контроллер – это точно не то, что делает человека счастливым. Значит, оно нам для чего-то нужно для себя. Потому что у вас есть с ним какая-то потребность. У вас связана с ним какая-то личная потребность. Эту личную потребность нужно проработать, выявить и в возможности удовлетворить напрямую без участия мужчины. Дальше. Следующий важный аспект. Следующий важный аспект касается того, почему мужчина это сделал. Почему мужчина так поступил. Конечно, он очень плохо поступил, что переписывался и задванивался в другую девушку, или задваясь в будущем. Это неприемлемое поведение для мужчины. В конце концов он мог бы сказать вам, что его не устраивает, да, что ему нужно, что ему требуется. Он этого не сделал. Он этого не сделал. И теперь вам нужно для себя уяснить вот какой момент. Если вы поймете, чего мужчина хотел о своей бывшей, каких желаниях он с ней хотел удовлетворить, а это в общем и целом можно назвать ничем-то платоническим. Потому что если бы он хотел именно секса, то, наверное, сексом бы от нее и получил бы. Но раз секса не было, значит ему было нужно что-то другое. В этот момент, если мы ее разберемся, и если вы дадите мужчине то, что он хочет. И если мужчина все равно будет вести себя так же негативно, так же по отношению к вам изменчиво, так же будет, допустим, вам изменять, так же будет, допустим, вам делать что-то плохое, как-то вас обезьянят, оскорблят и так далее, это говорит о том, что у мужчины, кроме вот этих вот своих личных сил, направленных на его представление о том, какими, ну, должны быть по его мнению, значит, отношения с женщиной, да, есть уже и свои собственные, личные. И вот этот момент, этот момент тоже нужно прорабатывать. Если есть такие отношения, если есть такие желания мужчины, то вы с этим ничего поделать не можете, и здесь можно и нужно говорить о том, можно и нужно говорить о том, что этот мужчина эгоист, и вас он не любит, вас он не, как бы, уважает таким образом, не ценит таким образом, и вот в этом случае, только в этом случае, можно говорить о том, что человек действительно будет по вас вытягивать ноги. Пока не было доказано того факта, что мужчина именно оскорбляя вас, делает какие-то вещи, ну, вы не можете говорить о том, что он, он, значит, действительно будет это делать. Пока что вы своим контролем доказываете ему свою неверность в себе, и лишает его свободы. Если вы действительно в себе в чем-то неуверенны, то над неуверенностью можно и на свободу, чтобы быть более уверенны в себе, чтобы повышать свою самооценку, повышать свое самолюбие, и чтобы понимать, что если мужчина изменяет вам, если он хочет изменить, он изменит. И контроль-контроль здесь, как вы видите, никак его не остановит, а напротив, еще больше ускорит и усугубит проблемы и конфликты. Ну и, наконец, последнее. Вы пишете, что, значит, он ушел жить к отцу, один день назад вы просили его приехать, поговорить, никак же, но он, но сейчас он не уверен, что уже не любит. Вам нужно сейчас набрать скрепление и подождать. Подождать. Понять, чего мужчина хочет сам, поможет только время. Ничего больше, только время поможет. Поэтому дайте мужчине, дайте мужчине время, на котором он все отознал и принял решение. А встатья какое-то время, еще раз просите у него встречи, попробуйте с ним встречаться, но на нейтральной территории, не в квартире, а на нейтральной территории и попробуйте с ним поговорить. Там вам, думаю, все станет ясно. Если мужчина не захочет с вами встречаться, если мужчина проигнорирует вас и будет по-прежнему вести себя так, как он ведет себя сейчас, то есть ни звонков, ни смс, то можно и нужно говорить о том, что вы ему, если вы ему не нужны, отношения он как бы реализировать не собирается. При этом при этом можно говорить о том, что человек, возможно, хочет, возможно, ну, планирует оставить вас в качестве запасного варианта на случай, если у него не получится, ну, например, отношения с бывшей девушкой, которую он сейчас может активно стимулировать. в этом случае вам уже самым можно администрировать развод, чтобы показать мужчине свое решимость, соответственно, от того, что вы не собираетесь его ждать, не собираетесь вечно его ожидать и будете жить дальше. В твоем случае, такое поведение покажет мужчине ваше намерение, если чувство к вам у него действительно есть, то он их начнет проявлять и, соответственно, вам станет более ясно, как же он к вам относится. Вот так можно ответить на ваш вопрос, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались еще, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.